Еще одну фишку показать, как сделать так, чтобы при открытии сайта ваш ролик автоматически включался. Показать такую фишку, как сделать? Напишите, либо показать, либо не показать. Да, нет. Так, сейчас я вам покажу. Переходим в редактор. Так, значит, значит, смотрите. Вот у нас ролик с левой стороны стоит. Для этого ролика я использовал виджет YouTube. Также можно с Vimeo закинуть и с Yuki. Yuki это китайский аналог YouTube. А чтобы ролик загружался автоматически, делаем следующее. Сейчас я открою ролик отдельно. Здесь немножко надо с HTML кодом поработать. Вот сам ролик находится на YouTube. Внизу есть кнопочка поделиться и кнопочка HTML код. Дальше. 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 Надо взять вот этот HTML код, вставить. Но здесь надо еще добавить код. А почему здесь нет? Код, который называется автозапуск. Автозапуск. Странно, почему здесь нет? Не отображен. А, вот еще. Еще. Так, значит, еще нажимаем. Здесь показать похожее видео после завершения. Мы не будем показывать похожее видео. Показать панель управления. То есть, пожелание. Показать название видео функции проигрывателями. Включить режим повышенной конфиденциальности. Вот, сделаем вопрос. И у нас открывается подсказка самого YouTube. Здесь смотрим, как строить ролик или плейлист на веб-страницу. То есть, вот как строить ролик. Нажмите поделиться под видео. Нажмите HTML код. Скопировать код и вставить код в свой блог или на веб-сайт. Дальше. Вот здесь есть включить автоматическое воспроизведение. Кликаем сюда. И надо добавить вот этот код. Autoplay равен единичке. Autoplay равен единичке. Значит, куда этот код надо добавить? Вот по аналогии. То есть, он должен следовать за идентификатором ролика, который находится после символа вот такого. После символа вот такого. То есть, идет youtube.com, потом вот этот символ, потом идет идентификатор ролика. Ролика вот этот код. Дальше вставляем за ним вот эту штучку. Теперь делаем это практически. Итак, берем наш код. Идем в текстовый редактор. Вставляем. И надо вот эту штучку вставить. Autoplay равен единичке. Копируем. И вставляем его как раз вот здесь. То есть, ну, фактически перед кавычками. То есть, все. Это мы сделали. То есть, код подготовили. Размеры кода, ну, 420 width это ширина, high это высота. Выделяем, копируем. Теперь, что мы делаем с этим видеороликом? Вот этот виджет нам не пригодится, поэтому его просто удаляем. Просто удаляем. И на место виджета с видеороликом мы ставим виджет текст. Виджет текст. Берем виджет текст. Сюда перекидываем. Выделяем. Текстовку удаляем. Делаем посередине выравнивание, по центру. Еще раз кликаем посередине. Вот когда мы активировали этот виджет посередине вверху, есть такое менюшка. То есть, нажимаем вставить и вставить видео. Можно так сделать. А можно сделать так. Инструменты, исходный код. Нажимаем исходный код и вставляем наш код. Нажимаем ОК. ОК. И... Так, а что он не посередине? Нажимаем посередине. И нажимаем сохранить. Что в итоге получается? Я обновляю страницу. Вуаля! И ролик у нас автоматически включается. Автоматически. Теперь стоит его подогнать по ширине и высоте. Это уже с помощью разрешения. То есть, кликаем на этот ролик. То есть, он выделенный. Теперь можно, допустим, правой клавишей щелкнуть и... Как он там сделан? Так, стоит изображение. Вставить ссылку. Вставить видео. Вставить видео. И, допустим, размер. Ширина у нас 420, высота 315. Чтобы ширина была по ширине виджета такая адаптированная. Напишите тут 100, допустим, 100% размер. Ну, высота 315. Ну, пусть будет так. Сохранить пропорции. ОК. Допустим, так. Так, что у нас получится? Нет, это не пойдет. То есть, ширину, высоту нам надо все равно сделать вручную. Вручную. То есть, не на, а, допустим, ну, 350, например, высоту сделаем. Пиксели. Нажмем сохранить. Обновить. Уже симпатично. Так, всем понятно, как сделать автоматический запуск видео? Напишите, либо да, либо нет. Виталий, понятно. Так, всем остальным непонятно, да? Либо не слушали. Так, теперь фон. Фон. Фон, опять-таки, по желанию. Потому что фон иногда отвлекает. Значит, чтобы сделать фон с правой стороны, вверху есть три полосочки в редакторе, в режиме редактора. Нажимаете и фоновое изображение выбираете. И выбираете уже фон. Кликаете на фон. Ну, допустим, вот эту картиночку. Так, и таки. Вверху слева, вверху в центре, по центру. Пусть будет по центру. Без. Обложка заполнить по ширине. Пусть будет обложка. Повторять. Не повторять. С прокруткой. Фиксированный. Ну, пусть будет с прокруткой. Применить. Нажимаю сохранить. И у нас готовая визитка. Захвата. Все красиво сделано. Да, единственное, тут фон. В данном случае, он, конечно, не катит. Фон придется подбирать. Либо менять уже макет. Либо цвета. Так, ну, принцип понятен, как сделать эту визитку. Так, ну, хорошо. Хорошо, друзья. Ладно, вопросы тогда остались. Вот вам будем пытать. Будем пытать. Хорошо. Хорошо, друзья. Да, редактор. А, вот этот. Какой редактор? Редактор это в Аксессе. Да, your website builder. На бесплатном аккаунте у вас только можно две странички сделать. Две странички. А вот в данном случае я одну страничку использовал. Если надо еще одну страничку, заходите вот сюда. И кликаете вот добавить страницу. Добавить страницу. Пишите там какой-то заголовок. Допустим, вот new, да. Можете выбрать макет, если хотите по макету делать. И нажимаете добавить. И дальше уже будет вторая страничка. Так, сейчас я подключу. А как это сделать? Сейчас посмотрим. Так. Модератор. Так, Александр, я тебя подключил. Спасибо. Привет, ребята. Буквально на минуточку, чтобы вам не потерять, ради чего мы все это делаем. Есть две цели. Первый, это сама тренировка, сам образ, как строится небольшой одностраничный сайт. А вторая цель более сложная. Пока вы день-два смотрите, я хочу попросить вашего разрешения согласовать такой путь. Я на сайте выставлю различные текстовки этих одностраничников. И они уже более-менее будут нацелены на нашу главную цель. Цель, которая подразумевает, что мы делаем воронку, каждый свою, безусловно, на то, чтобы направить поток людей в рекрутинговую воронку с технологией рекрутингового вентиля, скайп, там, где ваш мини-коучинг будет находиться. Поэтому вот ровно на ту тему будут настроены текстовки, а вы сами поищите, покрутите варианты, и у вас получатся разные сайты. И плюс я скину картинки. Вот то, что показывал Сергей, вот этих сайтов, что вы их могли видеть. Плюс скину отдельный файл, где эти картинки, и фоны вы можете скопировать, и сами тексты. То есть это все будет стоять на сайте. Я полагаю, что завтра к обеду, может быть сегодня к вечеру, как получится. Таким образом вы не спеша впускаете в себя знания от Сергея, как строится в принципе воронка, а потом концентрируетесь на том, чтобы сделать сайт воронку, первую и самую главную, которая направляет к вам поток людей в рассылку, в Just Click, и уже в рассылке люди присылают вам анкету, кто они такие, лидеры, не лидеры, а вы с ними договариваете о встрече и проводите короткую мини-встречу, встречу мини-коучинг, по скайпу, для того, чтобы сделать им предложение, от которых они не смогут отказаться, а вы в результате заработаете. Вот такая логика. Хорошо? Дайте мне, пожалуйста, подтверждение, что идея, в принципе, понятна, а детали мы все равно разберем. Спасибо большое. Ну и тогда я хотел от вашего имени Сергея поблагодарить. Вы видите, это большой труд, но он по делу, и он правильный, и дьявол всегда в мелочах. Мы сейчас не спеша, у нас есть время, мы никуда не гоним. Мы за неделю, давайте поставим себе цель, в первом приближении, наши личные первую воронку сделать. А за это время мы подготовим еще и, как на нее трафик нагнать, чтобы у вас пошел поток клиентов, и тогда мы выходим, опять же, в спокойном, комфортном режиме на первые заработки. Поэтому последняя просьба, я предлагаю, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Как правило, с утра в 11 утра я сижу на компьютере, если какие-то есть вопросы, то я готов вам помогать, как в индивидуальном режиме, так и в общем. Ну и, может быть, Сергей, если ты не против, мы тебя раз в неделю потревожим, когда докопится вопрос в районе среды-четверга, если я не смогу на них ответить. Ладно? Да, хорошо. Хорошо, друзья. Если что, я на связи. Все. Так, все. Тогда все, пока. Пока я тоже отключаюсь. Запись есть. Все, давайте, пока-пока. Пока. Пока.